Город над Сожем зараз активно рыхтуется примать гостей Международного фестивалю хореографичного мастатства «Сожский Карагод». Плануется, что все летаем с бери удельника в большем 20 краин света. А кроме уже узвыклых для гамельчан-простовников из России, Молдовы, Испании, Армении, у спися чекаемых коллективы таких краин, как Нигерия, Шри-Ланка, Кодзивуар, Ганна и Индия. Программа трех конкурсных джон будет включать видовичное выступление танцевальных коллективов и театров «Огню». Межтым, на думку организаторов, самым запоминальным и яскравым эпизодом «Сожского Карагода» станет церемония «Ягу открытия». На стадионе 16 сентября в 20.00 всех гостей и участников, ну и собственно говоря, кто придет, ожидает новое шоу с использованием современных технологий, звуковых, световых, лазерных технологий, с участием гостей, которые прибывают в наш город. Это не только гости нашей страны, а это ансамбль «Песняры», это государственный ансамбль, это хор «Ситовича». В этом году примет участие и оркестр «Волынчиков» Москвы, уникальный коллектив, который, я думаю, будет ярким пятном в программе фестиваля в целом. Не обминули по шаспросконференции и пытания, связанные с проведением Дня города, который отбудется 17-го вересня. Жихаровые гостей областного центра у ГТС «Вят» так само шагаешь мать приемных сюрпризов. Афиша практически сформирована, в ближайшее время она появится на сайте грузполкома. Огромный перечень мероприятий, которые будут сконцентрированы не только в центральной части района, но традиционно во всех районах города Гомеля. До 22 часов мы планируем все мероприятия в городе. Безусловно, это будет все ознаменовано фейерверком во всех частях города. Кульминацией пресс-конференции стало обмяркованнее перспектив экспорта туристичных послуг. Городские улады подкресливают для гостей, которые наведываются в Гомель, необходимо демонстрировать всю привабность города и створать комфортные умовы находжения. С этой метой зараз уже разглядывается питание об реализации проекта, который будет называться «Карта гостя», и позволит объединить в себе все субъекты тур-индустрии областного центра. Это будет свой особливый проходный билет, уладельники которого смогут бесплатно наведывать музеи, выставочные залы, спортивные объекты, размещенные в Гомеле. «Человек приезжает, образно платит деньги на определенную сумму, и все устуги, которые возможно туда включить, допустим, питание, проживание, экскурсии, все остальное, оно будет в этой «Карте гостя». То есть у него есть выбор, или он заселяется, образно только платит за проживание, или он все-таки приобретает карту гостя, он может посещать музей, у него будет организовано питание, ему не надо думать, где пропитаться, в каком у него все будет. И плюс мы это все пытаемся пока сделать в шаговой доступности, чтобы это было близко». Городские улады сподяются, что этот новый день станет добрым сродком для притягнения туристов. Плануется, что первыми «Кристальниками инновационной карты» смогут стать гостями международного фестиваля «Сорский карагод». Вероника Ворошилина, Михаил Рабко, телерадио «Компания Гомель».